Алия Мурсалимова 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 Климат учитывая все вот это И дети У меня результат был 8-90 Из 25 человек Ну не хватило буквально чуть-чуть А кто был лучше? На этих соревнованиях Лучшими были Равнялись На равных были это Китай и Россия Потому что сейчас Россия Очень хорошо прогрессирует в этом виде спорта Догоняет Китай Потому что раньше говорили то, что Китай это Родоначальник Это их вид спорта Сейчас это не так Сейчас этот вид спорта Принадлежит буквально всему миру А вот Казахстан Мы, так сказать, догоняем Плетемся в хвосте Или живем Мы понемногу Понемногу догоняем Потому что количество людей Намного отличается От количества людей Занимающихся в Китае Там даже ты ходишь по парку Там уже пожилые люди Работают тайчи Тянутся везде постоянно Чего нашим спортсменам Не хватает до золота? Знаете, я бы сказал То, что нашим спортсменам Не хватает Именно упорства китайского Потому что Даже их мышление Намного отличается от нашего Потому что Упал спортсмен Он должен подняться У него травма Он должен подняться Не сесть, плакать Где моя мама Потому что на соревнованиях Нету родителей Все мы равны на соревнованиях И поэтому Там нет такого чувства То, что тебя кто-то пожалеет Кто-то подойдет По головке погладит Такого там нету От этого нужно отвыкать Как говорится Не жалей, чтобы потом Не пожалеть Да? Ну, а вот Что вы думаете Вы уже участвуете В этих соревнованиях В чемпионатах мира Не в первый раз Вы очень давно С детства Мы знакомы Мы делали вместе программу Ушу искусство побеждать И мы всегда завоевывали Какие-то награды Всегда проявляли себя С самой лучшей стороны Что сейчас с молодежью? Наша молодежь Может показывать Подобные результаты? И что нужно для того Чтобы все-таки Этот вид спорта Стал наиболее массовым? Любой вид спорта Требует время Количество переходит в качество И поэтому Ты не придешь на тренировку И не сразу начнешь делать сальто Или у тебя не будет идеальная растяжка Тебе придется работать Не менее 10 лет Только после этого Ты начнешь чувствовать свой результат А сейчас молодежь не привыкла Быть на одном месте Она привыкла двигаться там Понемногу здесь Здесь И разброс То есть у них нету постоянства Именно постоянства И количество Которое переводится потом в качество Ну это наверное Все-таки еще Один вопрос Именно к родителям Да этих детей Для того чтобы Они все-таки Более жесткую позицию Занимали В том чтобы Дети тренировались Тренировать Потому что мне кажется Только на собственном опыте На собственных тренировках Достигаются такие результаты Ну не только родители По большей части Это зависит от того Кто как тебе это предоставит То есть Тренер может быть Хороший, грамотный А может быть Неопытным И нанеся травму ребенка Он Ни за что не приблизится Ни одному виду спорта Что бы там родители не делали Какими они не были Ребенок будет всегда Избегать этого Хорошо Алия Вот кстати Что вы думаете Ваше мнение Об этих результатах И в общем О развитии Вот Наших спортсменов УШУ В нашей области Идет развитие Очень хорошее В этом году Даже мы Открыли еще одно отделение В центре Это в детской юношей Спортивной школе Юность И предоставили зал В этом году Они у нас съездили В начале года Съездили в Москву На международный турнир Там по-моему Класс А был Также Ереван Съездили Где хорошо выступили Как бы Ушел у нас Постоянно Стабильно Проводят медали Развитие идет хорошо У вас какой-то Вот Есть какой-то упор Ну например Я понимаю Что Массовый Вы в общем Развиваете массовые виды И национальные виды спорта Например Какой-то упор На тех спортсменов Которые показывают Хорошие результаты Какие-то преференции В их отношении Вы проводите или нет? Да, конечно С поддержкой Акимобласти У нас Получают Денежное содержание Именно в том году Буквально Мы внесли изменения В постановление Где Чемпионы Азии Призеры Азии И чемпионы Азии Также призеры По неолимпийским видам Спорт получают Ежемесячное денежное содержание Вот Буквально Ураза Форостан У нас получает На стипенде Акима стоит Также много Других спортсменов Это ММА Панкратион Хорошо развивается Рукопашный бой Самбо Кстати, вот об этих Видах спорта Тоже немножко подробнее Потому что Ну, на одном ушу Оставаться не будем Мы, наверное Как-то расширим Наш разговор Да, буквально В конце 2018 года В Казахстане Была создана Ассоциация единоборств Где президентом Ассоциации Был выбран Карим Асимов Также в нашей области В каждой областях Были филиалы Созданы На областном уровне Где именно Президентом Был выбран Руководитель управления Физико-культуры и спорта Мохаммедов Мирамбек Именно сейчас Ассоциация Она дает Большой импульс Большое развитие Где все Неолимпийские виды Которые аккредитованы Федерации Входят В эту ассоциацию Там полностью идет Ихняя Командировочная Экипировка Витаминизация Они хорошо спонсируют В нашей области 15 федераций Туда входит Единоборств Буквально недавно Приехали Та же чемпионата мира Приехали Рукопашный бой Где у нас Девочка-чемпионка Сталаса Галикова Кундиас И Тулюбаев Айден Серебро В этом году В нашей области Проходят чемпионаты Казахстана Будут Это рукопашный бой Буквально в июле месяце Республиканский турнир Будет у нас хороший И ММА Будет тоже Чемпионат Казахстана До 17 лет Развитие идет И со стороны Областного Руководства Со стороны Республики Хорошо уделяется Внимание Неолимпийским Миндоспортом А какие-то новые объекты Будут строиться Для неолимпийских видов спорта Может быть Дополнительные залы И так далее Будут выделяться Прямо такого отдельного Чтобы не для олимпийских Нету В общем спортивные объекты Строятся Где именно обязательно Дается отделение Открываются Где неолимпийские виды И спорт Также им выделяется Зал Часы Новые объекты У нас только вот В плане стоит Это манеж Лехотеческий манеж Это циклические виды спорта И лыжная трасса На кирпичном Именно Эти базы будут строиться Расскажите пожалуйста О том Например Ну если родители Хотят устроить Своего ребенка Пойти Отвести на обучение Вот неолимпийским видам спорта Куда обращаться Кому обращаться Какие требования И так далее В нашем подведомственной организации Это детская и юношная спортивная школа Есть также неолимпийские виды спорта Это Приоритетные виды Это самбо Казаша-курес Национальные виды спорта Также бельбеокрес Где могут спокойно Бесплатно В августе После 20-го числа До 20-го сентября Будет набор Детей по возрастам Секции ведутся бесплатно Родители могут Обратиться К нам в управление Есть карта полностью На сайте Где расположены Наши спортивные школы По видам спорта На нашем сайте Тоже есть информация Родители могут Также у нас хорошо Действуют спортивные клубы Очень много спортивных клубов Где именно секции Есть неолимпийские виды Также вот Ушу у нас И кунфу развивается Другие виды спорта Так что родители могут В конце августа Уже записывать своих детей А кстати У нас есть какие-то Будут какие-то мероприятия Проводиться Спортивные Среди неолимпийских видов спорта В этом году Куда наши жители Могли бы сходить Посмотреть Возможно даже записаться Да вот недавно Буквально 6 июня У нас прошел фестиваль Неолимпийских видов спорта В парке Где полностью Весь город Это был выходной Где каждая федерация Показывала свои выступления Именно шоу Под музыку Они выступали Там же на месте Могли родители подойти Записаться им На день спорта У нас будет фестиваль Тоже спортфест Где полностью И неолимпийские И олимпийские виды спорта Будут всю неделю Показывается День открытых дверей Это у нас будет К 20 августа В общем Как вы можете оценить Развитие Вот И желание Наших жителей Жителей нашей области Заниматься спортом Да Сейчас все больше Молодежи приходит в спорт Особенно это единоборство Много очень Молодежь Детей В нашей области Хорошие условия Касательно спортивных объектов Даже Морская-Октябрьская область На втором месте Где спортивные объекты Полностью В государственном Также и частники Открывают много Все это доступно Даже буквально завтра У нас будет триатлон Чемпионат Казахстана Кубок Казахстана По триатлону Где этот вид спорта Набирает большое количество людей Так что приглашаем жителей всех А где это будет проходить? Это на водно-зеленом бульваре Открытие В 8.40 утра Где приехало 100 любителей И 39 профессионалов Это очень интересно Как раз Городской отдел Евгений Гончаров Он ответственный за это Он сам будет участвовать Пользуясь случаем Приглашаем всех жителей Посмотреть На триатлоны Ну ради этого Стоит встать пораньше Спасибо большое Хотелось бы отметить Что в нашей студии Была руководитель Отдела развития массовых И национальных видов спорта Управления физической культуры И спорта Алия Мурсалимова А также бронзовый призер Чемпионата мира По кунг-фу Арстан Уразов Спасибо вам большое До встречи